Здравствуйте дорогие друзья, я Сергей Балакирев и мы продолжаем курс по языку SE. На этом занятии познакомимся с условным оператором IF, что он делает и для чего нужен. На предыдущем занятии мы с вами рассматривали операции сравнения, которые выдают либо 0, false, либо 1, true. Так вот, чтобы программа могла менять свое поведение в зависимости от этих значений, true и false, как раз можем воспользоваться условным оператором IF. Принцип его работы очень прост. Процессор последовательно выполняет операторы, то есть команды. И как только доходит до условного оператора, то при истинности условия выполняется одна группа операторов, а иначе другая. Это похоже на процесс ветвления при выполнении команд. Поэтому условные операторы еще иногда называют операторами ветвления. Чтобы мы могли использовать этот оператор IF в своих программах, нам нужно знать его синдексис. Сначала пишется ключевое слово IF, а затем в круглых скобках любая конструкция закоси, то есть выражение это любая конструкция закоси, которая должна возвращать числовые значения. Число 0 интерпретируется как false, ложь, а любое ненулевое значение как true, истина. После круглых скобок должен идти оператор, который выполняется при истинности вот этого выражения, то есть когда выражение возвращает ненулевое значение. Если же по некоторому условию нужно выполнить группу операторов, то для этого используются вот такие вот операторные фигурные скобки, которые можно воспринимать как один единый составной оператор. То есть внутри фигурных скобок мы прописываем множество, произвольное количество разных операторов, и соответственно вот все это воспринимается как один единый составной оператор. То есть после условного оператора, вот после этих круглых скобок, мы всегда по сути прописываем один оператор. Либо вот такой вот в явном виде, либо вот такой вот в фигурных скобках, то есть составной. Давайте для примера посмотрим, как можно использовать этот оператор для вычисления модуля числа. Я перейду сюда вот в программу, и соответственно пропишу следующее. У нас будет некая перемена x, и в эту перемену x мы с помощью функции scanf будем вводить целочисленные значения. Значит, в проценте d у нас будет спецификатор, здесь амперсант x, ну и соответственно далее вот как раз этот условный оператор. Проверим. Если x меньше нуля, то тогда мы делаем изменение знака. x равняется минус x. Ну и давайте результат выведем на экран. Значит, x равняется процент d слэш н, запятая x. Вот такая вот небольшая программа. Значит, смотрите. Вначале вот здесь вот в перемену x мы вводим с клавиатурой некое целое значение, а затем делается проверка. Если это целое значение меньше нуля, то есть у нас в данном случае выражение представляет собой вот такую операцию сравнения, что x меньше нуля, и если эта операция сравнения у нас возвращает единицу, то есть истина, то выполняется вот этот вот оператор. x равняется минус x. То есть в этом случае для отрицательных чисел мы будем менять знак на положительный. А если эта операция сравнения возвращает ноль, то есть когда x больше либо равен нулю, то вот этот вот оператор у нас уже не выполняется. То есть в данном случае вот это вот условие работает именно таким образом. Ну а вот этот принт, который записан после условного оператора, он уже к нему не относится. Этот принт срабатывает всегда. То есть он вот к этому условию if не имеет уже никакого отношения. По условию у нас отрабатывает только один вот этот вот оператор, и более никакой. Итак, давайте посмотрим, как будет работать эта программа. Значит, вот здесь вместо false я перепишу true, потому что мы будем с клавиатуры вводить значения. Запущу программу. У нас появится терминал вот здесь вот. Ну и давайте введем какое-нибудь значение, допустим, 5. Нажимаем enter и видим, что x равен 5. Ну и действительно, модуль числа 5 равен 5. Давайте еще раз запустим программу и напишем минус 7. И получаем уже значение 7. Почему здесь получилось значение 7? Ну, я думаю, вы понимаете. Потому что вот эта операция сравнения вернула истину, единицу. Ну и, соответственно, отработал вот этот вот оператор. Мы для минус 7 изменили знак на противоположный и получили уже значение 7. То есть вот пример простой, очень простой программы, где используется условный оператор для вычисления модуля числа. Кстати, вот в этой же программе было бы правильно проверить корректность введенного значения. И сделать это можно следующим образом. Вот прямо здесь прописать вот такое вот условие. Смотрите, мы в круглых скобках можем совершенно прописывать любые конструкции из касси. И в данном случае сразу можно использовать эту функцию scanf. Она у нас возвращает в данном случае единицу, если данные были введены корректно, и не единицу, если данные были введены неверно. И вот как раз то, что функция scanf вернет не единицу, мы с вами здесь и проверяем. И если это действительно так, если функция scanf вернула не единицу, значит, при вводе данных произошли какие-то ошибки. Ну и давайте так вот это и пропишем. Значит, error input. И, соответственно, сделаем далее return 0. Все. То есть, если мы из клавиатуры вводим что-то неправильное, не целое число или еще что-то, то у нас отработают вот эти вот два оператора. В данном случае выйдет на экран вот такая вот строчка, и завершится программа. То есть, как только return 0 встретился, функция main завершает свою работу, и как следствие вот эти вот строчки уже выполняться не будут. То есть, программа будет завершена досрочно. Давайте запустим программу, посмотрим, как это все будет работать. Введем какие-нибудь некорректные значения, и видим error input. То есть, действительно, вот эта вот строка, она воспринимается как строка, это не целое число. Поэтому функция scanf вернула не единицу, ну и, соответственно, отработали два вот таких вот оператора. Вообще, в программах на языке C нередко можно встретить вот такую вот конструкцию. В круглых скобках просто пишут выражение, переменную. Допустим, в данном случае x. Это тоже допустимо делать, потому что, как я уже говорил, в круглых скобках можно прописывать любое выражение, которое возвращает числовое значение. И легко догадаться, если x равно 0, то, соответственно, это будет интерпретировано как ложь. Ну и соответствующий оператор, который стоит по условию, выполнен не будет. А если x – любое другое число, то оно считается истинным. И, соответственно, вот этот вот оператор будет выполняться. А если нам нужно инвертировать это условие, то это можно прописать вот так вот. Восклицательный знак это не означает. То все будет работать наоборот. Если x равен 0 – это ложь. Ложь инвертируется в истину. И, соответственно, когда x принимает нулевое значение, то как раз вот этот вот оператор по условию будет выполняться. Ну, а когда x – любое другое число, то этот оператор пропускается. Вообще, вот здесь вот можно записывать любые составные условия. Ну, например, если мы хотим проверить, что x попадает в диапазон от 3 до 11, допустим, то это очевидно можно сделать вот таким вот образом. Мы с вами на предыдущем занятии это подробно рассматривали. Значит, здесь будет меньше либо равно, а здесь, соответственно, 11. Ну и как результат можем вывести сообщение, что x попадает вот в этот диапазон от 3 до 11. Вот таким вот образом. Здесь, значит, соответственно, x уже вводить не нужно. И давайте запустим программу, убедимся, что это все работает. Значит, если мы введем, допустим, 4, то у нас x попадает в этот диапазон. Ну, а если введем минус там 7, то у нас, соответственно, ничего на экран выводиться не будет. Потому что вот эта вот строчка у нас не отработала. Ну и, соответственно, мы здесь ничего не видим. А в качестве самостоятельного задания пропишите проверку непопадания значения x в этот же диапазон от 3 до 11. Вся информация для этого у вас уже есть. Значит, следующим шагом мы с вами пропишем программу различия положительных и отрицательных введенных чисел. Используя уже имеющиеся знания, это можно сделать следующим образом. Значит, вот здесь вот у нас целочисленная перемена x. Далее функции scan, в которые вводят значение в эту переменную x. Если значения были введены некорректно, то, соответственно, выполняется два вот этих вот оператора, и программа прерывает свою работу. А вот дальше мы с вами запишем следующее условие. Если значение переменной x меньше нуля, то выведем в консоль вот такую строчку. x меньше нуля. Далее slash n и точка запятой. И также мы хотим проверить противоположное условие, что x больше либо равно нулю. Ну, давайте это прямо вот так вот в лоб и пропишем. Значит, здесь тоже будет printf x. Соответственно, x больше либо равно нулю. Если запустить эту программу, то, как вы понимаете, все будет прекрасно работать. 6, оно, естественно, больше либо равно нулю, а минус 1 – это меньше нуля. Но смотрите, что у нас здесь, по сути дела, получается. У нас вот эти вот условия взаимоисключающие. И понятно, если сработало одно из условий, то второе уже точно не сработает. И наоборот, если не сработало первое, то обязательно сработает второе. То есть они взаимоисключающие. И в таких ситуациях было бы логично проверить только одно условие, а второе уже делать как бы поиначе. То есть если не сработало первое, то, соответственно, выполняем второй оператор. А если сработало первое условие, то второй оператор пропускается. Вот такую конструкцию ZTC можно записать следующим образом Значит, пишется вот это вот ключевое слово if Здесь некое выражение, то есть проверка условия И далее оператор один Все как и ранее Но дополнительно можно прописать ключевое слово else За которым следует оператор И вот это вот else как раз и означает иначе То есть, если вот это вот выражение возвращает истину То будет выполнен вот этот вот первый оператор А второй пропущен То есть то, что идет поиначе, пропускается А если вот это вот выражение, вот это вот условие Оказывается ложным То первый оператор не выполняется Но выполняется вот этот вот второй оператор Который идет поиначе То есть вот так вот мы можем формировать конструкцию Более сложную конструкцию условную if else Ну и то же самое вот здесь вот она прописана Если нам нужно выполнить несколько операторов По некоторому условию Давайте перепишем нашу программу С использованием ключевого слова else Его достаточно вот здесь вот так вот прописать И все То есть мы вначале проверяем первое условие Если оно оказывается истинным То выполняется вот этот вот первый принт А если условие ложное То соответственно выполнится вот этот вот второй принт Давайте запустим программу Убедимся, что все работает Значит опять же введем положительное число Имеем x больше либо равно нулю Кстати вот как раз сработал вот этот вот второй принт А первый был пропущен Потому что положительное число дает вот здесь вот ложь То есть условие не сработало И мы переходим вот на эту ветку иначе else И соответственно этот принт в данном случае отработал Ну а если мы запустим программу И введем какое-нибудь отрицательное число То соответственно сработает это условие У нас выполнится первая функция принт Ну а вот эта вот ветка иначе else Она будет пропущена То есть данная конструкция работает вот таким вот образом Мало того, так как после вот этого вот ключевого слова else Мы можем прописать абсолютно любой оператор То ничто нам не мешает прописать еще один условный оператор Ну допустим вот так вот x больше нуля мы здесь пропишем Соответственно ниже выведем принт в x больше нуля И еще можем написать один else То есть я вот пропишу вот так вот, чтобы здесь было лучше видно Else, вот этот вот второй else будет относиться вот к этому второму if И соответственно мы пропишем здесь принт в x равен нулю То есть у нас получается следующее Если x меньше нуля, то отработает вот этот вот первый принт Далее мы идем на ветку else, если это условие не сработало И вот в этой ветке else мы проверяем еще одно условие Что x больше нуля Если это так, то отработает вот этот вот второй принт Ну а иначе, если не сработало ни это условие, ни это условие То понятно, что x равен нулю Поэтому мы выводим на экран x равен нулю Но конечно в практике программирования Оформление вот таких вот вложенных конструкций if, else, if, else Делать следующим образом Все пишут на одном уровне То есть вот так вот И давайте запустим программу Посмотрим, как это будет работать Допустим, введем в значение минус 4 У нас получается x меньше нуля Все верно Дальше введем в значение 5 У нас получается x больше нуля Ну и наконец введем 0 Получаем, что x равно нулю И вот таких вот вложений if, else, if, else, if, else Может быть произвольное количество Ну, конечно, разумное Потому что если их будет очень много То программа просто будет плохо читаться Но определенное количество До 5, допустим, до 6 Вполне можно делать И чтобы вы лучше понимали, как это все работает Я приведу еще один пример Потому что вот из этого примера кажется Что все вот эти вот условия Которые мы прописываем в таких вот ветках If, else, if, else Должны быть взаимоисключающие Но это не обязательно так Часто действительно прописываются взаимоисключающие условия Но все же не всегда И давайте я приведу пример Когда мы проверяем, что вот это вот x Может принимать какое-нибудь однозначное число То есть в диапазоне от 0 до 9 Двухзначное число в диапазоне от 10 до 99 Потом трехзначное и так далее И вот как раз это можно сделать С помощью конструкции if, else Значит, первое условие у нас будет вот такое Что x меньше 10 Причем x мы будем полагать, что она положительная Ну, или не отрицательная Тогда у нас получается вот по этому условию Что x будет попадать в диапазон Давайте я так сделаю in И диапазон от 0 до 9 Ну, это очевидно Даже других значений здесь просто не может быть Далее мы здесь можем прописать вот такое вот условие Меньше 100 Обратите внимание Соответственно, здесь у нас получается диапазон от 10 до 99 Ну, а здесь можем еще один if, допустим, прописать Меньше 1000 Соответственно, получается диапазон от 100 и до 999 Ну, и давайте еще один else пропишем Который будет означать все другие значения Значит, я скопирую вот этот вот принт И у нас будет значение больше, чем 999 То есть, вот такая вот конструкция, которая состоит, в общем-то, из пересекающихся Не взаимоисключающих условий Потому что вот x меньше 100 Оно, очевидно, включает в себя вот это условие x меньше 10 А x минус 1000 включает в себя все вот эти вот предыдущие условия Но, тем не менее, вот записанная в таком вот виде Она вполне рабочая и используется на практике Потому что мы вначале проверяем вот это вот меньшее условие x меньше 10 Получаем такой вот диапазон Если это не так, то проверяем уже вот такой вот диапазон до 100 И, соответственно, у нас x попадает уже в диапазон от 10 до 99 И так далее То есть, так тоже вполне можно делать То есть, творческое мышление при использовании различных операторов Конечно, никто не отменял Иначе программы уже давно писались бы не людьми, а теми же компьютерами Хотя, кстати, такие попытки уже предпринимаются В частности, с помощью нейронных сетей Но пока до человеческого уровня ему далеко И в ближайшие 10-20 лет А грамотный программист в этой области просто незаменим Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...